здравствуйте дорогие друзья меня зовут евгения я логопед и дефектолог и сегодня я хотела бы с вами поговорить о пользе или вреде раннего развития естественно что чем раньше тем лучше начинаешь ребенка развивать он начинает познавать какие-то сферы жизни отдавать родителям свою эрудицию родители счастливы и довольны а что делать с дополнительным образованием в которой так спешат отправить своего ребенка родители что касается различных танцев каких-то дополнительных секций по спорту в этом я профан как коза в апельсинах здесь я рассуждать не берусь но думаю тоже есть какие-то нюансы я только за голос речевое развитие если вы хотите развивать своего ребенка правильно то вы должны убедиться в том что специалист которому вы доверяете здоровье своего ребенка в том числе психологическое здоровье и физическое здоровье он компетентен в своем вопросе для этого к бабке ходить не нужно вы должны просто посмотреть его работы послушать отзывы родителей не посмотреть на сайте сейчас очень большие возможности есть самой написать подобные отзывы а именно услышать что говорят родители детей которые уже побывали у данного специалиста и имеют опыт общения с ним ну не меньше года или двух с какой ситуацией сталкиваюсь часто я как дефектолог и вокальный педагог ко мне приводят детей которые по тем или иным причинам попали в группы раннего развития дошкольного развития или младшего школьного развития к педагогам по голос и речевым направлениям театрал и между прочим меньше всех калечат голоса детей возможно это связано с тем что для того чтобы стать театральным педагогом необходимо все-таки высшее образование или хотя бы среднее специальное образование где идет точная конкретная постановка голоса и постановка дыхания для театрального мастерства что касается вокальных педагогов то здесь есть маленький зазор дело в том что вокальными педагогами зачастую становятся люди которые не имеют к педагогике вокально никакого отношения несмотря на то что у них есть да есть музыкальное образование они могут даже закончить консерваторию по фортепиано или скрипки но как это связать с тем как воспитывать детский голос это целая наука целая система в которой есть свои подводные камни и если преподаватель не владеет этой системой в совершенстве он может принести нездоровье голос у вашего ребенка зачастую бывает такая картина приходит мама с ребенком и говорит вы знаете у нас сип хрип мы занимались в течение года в вокальной студии детской раннего развития все было прекрасно и замечательно потом ребенок начал вдруг сипеть и хрипеть и преподаватель говорит ну наверное вам еще рано заниматься вы наверное к нам не хотите пока как-нибудь там в общем любыми способами преподаватель старается от этого ребенка откреститься почему а потому что преподаватель несмотря на его некомпетентность в вокальной педагогике понимает что с голосом произошли какие-то перемены как с этим работать она не знает или он не знает для того чтобы в себя снять всю ответственность просто отправляет ребенка домой само мол пройдет она сама не пройдет если ребенок накричался напелся неправильно возникает различные уже органические нарушения когда такой ребенок попадает в преподавателю преподаватель компетентный в первую очередь отправит этого ребенка к фониатру для того чтобы фониатру посмотрел все ли в порядке со связками как работает вообще речевой вокальный аппарат у них есть специальная аппаратура они смотрят и пишут заключение и выписку для фонопедов и вокальных педагогов дефектологов после этого ребенок у которого обнаружили органические нарушения голоса вынужден идти на восстановительный период он как правило затяжной и длительный ребенку запрещает кричать запрещает громко разговаривать ребенку запрещает петь просто совсем представляете что такое ребенку в шесть лет или в пять лет сказать не пой не говори и не кричи это возможно в первую неделю возможно конечно мама с ребенком выходя от фониатра вся в таких расстроенных чувствах запрещает ему все что касается голоса ребенок тоже перепугавшись начинает это соблюдать но через неделю все немножко успокаиваются забывают голос при этом еще не восстановлен естественно он работает неправильно потому что его так научили он привык за год кричать или больше даже чем за год и ребенок возвращается на круги своя он будет хрипеть но мама уже вроде как к этому привыкла уже немножко смирилась и как бы закрывает на это глаза заканчивается эта история одинаково всегда у ребенка постоянно хроническая усталость голоса фон остыне болезненное ощущение в области гортани после того как он наговорился это необходимо лечить на это требуется длительная реабилитация этим занимаются уже дефектологи есть целый комплекс мер по фонопедии но чтобы до этих мер не доводить рекомендую вам тщательно изучать тот предмет на который вы отправляете своего ребенка готов ли он к этому как ведутся уроки компетентен ли педагог чтобы потом вам не бегать по врачам не хвататься за голову и не плакать вместе с ребенком у вокального педагога который разводит руками говорит я ничем не могу помочь если у вас есть какие-то вопросы обращайтесь ко мне лично можете оставлять сообщение в комментариях можете писать на мой личный электронный адрес он будет под видео здоровья вам и благоразумия